Добрый вечер, дамы и господа! С приветственным словом на сцене ведущей программы «Абсолютный слух» на телеканале «Культура» заслуженный артист Российской Федерации Геннадий Янин! Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня нас с вами ждет замечательная встреча с балетом «Лебединое озеро». «Лебединое озеро» — это, я не побоюсь, если скажу, что это наше все. Это флагман, это главный спектакль мирового классического балета. Но так было не всегда. Несмотря на то, что музыку к этому спектаклю написал такой гений, как Петр Ильич Чайковский. Да, действительно, в свое время Чайковский получил довольно странное предложение от дирекции императорских театров написать музыку к балету. А странное оно потому, что в те времена такому большому и признанному уже композитору, которым являлся Чайковский на тот момент, писать музыку к балету было, в общем, не совсем солидно и привычно. Потому как это считалось узкоспециализированная профессия, которая требовала особой подготовки. Но, тем не менее, Чайковский, который весьма любил спектакль, балет, простите, он с удовольствием взялся за эту работу, потому что давно хотел написать, как признавался, что-нибудь для балета. Даже для того, чтобы вдохновиться специально этой темой, которому была предложена этой лебединой темой, Лебединого озера, он специально поехал в Баварию к знаменитому замку Нойшванштайн, который был построен романтическим королем-романтиком Людвигом II Баварским. Приехав оттуда, он взялся за изучение балетных партитур того времени, за изучение партитур Адана, Минкуса и Пуни. Чтобы знать специфику, даже к нему специально были приставлены пару артистов балета, чтобы консультировать его и подсказывать, как правильно строить, например, балетные вариации. И вот музыка была написана, и премьера его балета состоялась в 1877 году, зимой этого года, в Москве в Большом театре. Но о ужас! Этот спектакль был настолько неудачным, что практически сразу после премьеры он, в общем, можно сказать, провалился. Его балетмейстером был некто Вацлав Рейзингер, который и до этого-то ставил не самые удачные спектакли, но и здесь тоже ничем не отличился. И даже несмотря на то, что в те времена на Москве говорили про спектакль этот, что не видели ли вы Лебединое озеро, а спрашивали, слышали ли вы Лебединое озеро, даже это не спасло спектакль от провала. Чайковский очень расстроился и сказал, что больше никогда ни ноты не напишет для балета, но, к счастью, слова своего не сдержал. И спустя некоторое время появились такие шедевры, как «Спящая красавица» и «Щелкунчик», конечно же. Но музыка, тем не менее, к этому балету была надолго забыта, и спустя почти 20 лет выдающийся балетмейстер петербургский Мариус Петипа вернулся к этой партитуре, переработав слегка либретто, и обсуждали с Чайковским создание нового спектакля, новую музыку. Но, к сожалению, Чайковский сам не дожил до премьеры, да и премьера была отложена в связи с трауром по поводу кончины императора Александра III. Но, тем не менее, спектакль этот увидел свет рампой, его пришлось дописывать, переделали либретто полностью. От старого спектакля осталось очень много музыки. Ну, например, существует такой замечательный факт, о котором я не могу не рассказать, вспоминая старую московскую постановку. Это появление знаменитого русского танца. К сожалению, версии сегодняшней его нет, но рассказать о нем нельзя. Это часто идет как отдельный номер. Это прекрасное произведение для скрипача-солиста, ну и для танцовщицы, неоднократно ставленной всеми балетмейстерами, выдающимся и в нашей стране в том числе. Так вот, на премьеру балета «Лебединое озеро» была назначена прима того времени Анна Собещанская. Вдруг незадолго до премьеры Собещанская сказала, что танцевать в этом спектакле она не будет, потому как у нее нет эффектного номера в третьем акте. Она просто со всеми невестами танцует общий вальс, как это для примы было немыслимо. Тогда директор императорских театров предложил ей поехать в Петербург как балетмейстеру Петипа, чтобы он поставил для нее сольный танец, а музыку для вариации, как это было принято, напишет специально обученный композитор. Это некто Людвиг Минкус, автор балета в «Дон Кихот» и «Байдерка». Она поехала в Петербург, Петипа ей поставил прекрасный танец, Минкус написал замечательную музыку, приехав в Москву, она сказала, да, я буду танцевать в вашем спектакле, у меня есть хороший номер. Тут это узнал Чайковский, который сказал, что я не допущу в своем балете музыку другого композитора, а Собещанская сказала, что без этой музыки я на сцену не выйду. И тогда было найдено компромиссное решение. Чайковский согласился написать музыку для Собещанской, которая такт в такт соответствовала музыке, которая была написана Минкусом. Вот так появился замечательный номер, который сейчас является жемчужной русской музыки, это русский танец. Но тем не менее вернемся к премьере, которая состоялась в Петербурге. Конечно же она была обогащена хореографией Льва Иванова. Балетмейстер Лев Иванов, это, ну говоря так простецким языком, это был подмастерье у великого Петипа. И поставив картину, лебединой картины, совершенно стало ясно, что это балетмейстер не меньшего размаха, чем сам Мэттер. Но Мэттер в этом спектакле согласился поставить только некоторые танцы на балу, сам бал, вступление, первый акт. То есть балет был поделен пополам. Ну и, конечно же, сейчас я не могу не рассказать о первой исполнительнице главной партии, роли Адетты Адилии. Это была балерина Пьерина Линьяни, итальянка. На тот момент в русском балете вообще был такой период, который принято называть итальянский период в русском балете, потому что все главные роли исполняли только иностранцы, а именно итальянки. Это был и балет «Щелкунчик», была итальянская прима, и «Спящую красавицу», и «Лебединое озеро», и «Раймонду». Все это танцевали итальянки. И вот «Лебединое озеро» выпало право станцевать Пьерине Линьяни. Линьяни как бы завершила этот период, подвела ему, поставила такую жирную точку, потому что она была квинтэссенцией всего, чем отличались итальянки. Она была невероятно эмоционально, актерски одарена и фантастически технично при этом. Вот такое редкое сочетание. И, конечно, главным ее трюком были знаменитые 32 фуэте. Тогда не называли этот трюк 32 фуэте. Балетоманы называли это просто по-русски вертуны. Так вот, Линьяни делала эти вертуны. За год до премьеры «Лебединого озера» она явилась в Мариинском театре в качестве примы, была приглашена. И на спектакле «Золушка» — это балет не на музыку Прокофьева, а на музыку барона Феттингоффа Шелли. Он уже исчез из наших афиш. Она впервые продемонстрировала свои знаменитые вертуны 32 фуэте. Но этот трюк был совсем не таким, как это сейчас выглядит в балете. Многие ждут эти 32 фуэте. Тогда это выглядело совершенно как цирковая штука. Перед тем, как исполнить 32 фуэте, Линьяни вышла на сцену и так сосредоточенно поискала место, где она будет вращаться, потому что сцена была деревянная, было много неровностей. После этого она заняла позицию и начала делать фуэте. Остальные сегодня доделает прима-балерина, я надеюсь. Линьяни сделала под гром аплодисментов «Все 32 фуэте» и, кстати, потом по желанию публики тут же повторила их на бис «Все 32». Позднее надо отдать должное, например, что Матильда Кшесинская, знаменитая исполнительница этого трюка, первая из русских балерин, любовница нашего последнего императора Абхопу. Она тоже часто делала фуэте на бис, но по отзывам современников никогда не делала 32 подряд, два раза. За вторым разом она ограничивалась где-то 20, и потом просто стояла и на оставшуюся музыку раскланивалась перед публикой. Ну вот эта премьера состоялась, и сразу стало ясно, что русский балет приобрел жемчужину и шедевр. После этого спектакль неоднократно доделывался, переделывался, сокращали музыку, дописывали музыку. Например, несколько номеров в этот балет, поскольку композитор уже почил к тому времени, было дописано и оркестровано несколько пьес из детского альбома Чайковского. Из заметных таких дополнений к этому спектаклю, можно сказать, например, что в версии Московского Большого театра спустя 5-6 лет после премьеры петербургской появилась роль Шута, который весьма украшает и до сих пор украшает все постановки в русле классического исполнения этого балета. И знаменитые «Лебединые руки». Лебединые, если вы сегодня обратите внимание, во время спектакля девушки во втором акте стоят вот с такими руками. Такого не было на премьере. Раньше они просто вот так закрывались в классической позиции. Вот эту позицию рук придумала Агриппина Ваганова, это выдающийся педагог ленинградский и солистка Мариинского театра. Она сделала вот эту замечательную позицию, которая придала сразу такой лебединый изгиб. Это одновременно и крыло, и шея лебедя. Так что вот такие нюансы я не могу не упомянуть. Ну а сегодня мы увидим с вами спектакль в его классической версии, где лебеди в белом, где черные по деде, где ешут по детруа. И все, что положено, увидите в этом спектакле. И сейчас мне остается только ознакомить вас с главными исполнителями сегодняшнего балета. Итак, сегодня партию Адетты Адилии вслед за Пьериной Линьяни исполнит прима-балерина Большого театра Элеонора Севенарт. Ее партнер Принц Зигфрид, премьер Большого театра Денис Ротькин. В роли злого волшебника Ротбарта Ильнур Гайфуллин. Знаменитый и упомянутый мною шут Алессандро Кагеджи. И по детруа в фермоотделении танцуют Мана Кувабара, Анна Мельникова и Вагнер Карваль. А также замечательная труппа Казанского оперного театра, замечательный оркестр театра и маэстро Ренат Салаватов. Я желаю нашим артистам ни пуха ни пера, а вам приятного вечера. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Казахстан АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Казахстан АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...